В октябре месяцы собирают барбарис. Вот так он выглядит. Это знаете для кого? Из Америки меня спрашивают. Я говорю, вы лимонад барбарис пили? Они говорят пили, барбарис не ели. А ягодки у него Мне нравится. Но они кисленькие конечно. Но делать с ним всякие пирожные, торты, морсы, компоты. Но о полезности можете почитать. Это первая профилактика для печени. Сегодня сказали, что будет затмение солнца. Ну видно маленько вот с левой стороны как apple получилось. Если смотреть в черных, вернее в черное стекло, то сто процентов будет видно. Это бывшая улица Менделеева. Мы сделали ее, да. Благодаря тому, наверное, что переименовали. Так Менделеев дедушка был никому не нужен. Вот здесь сначала спилили все тополя, а потом они такие дали красивые заросли. Ну и заросли тоже нету теперь. Ну в принципе там насадили они газонную траву. Может быть это конечно и красивее. Но для меня тополя лучше, ребята. В нашем городе загазованном трава не спасет, а тополя спасают. Ну может я не прав уже, если честно. Я часто бываю не прав уже. Старость. Старость. Вот такая благороженная улица Менделеева. Сегодня 5 ноября, суббота. И вот эта дальняя гора, она уже со снегом. Хотя в Ридере давно снег. Тут как бы до Ридера всего 50 километров по прямой, по любве. Но это значит, что вот она зима. Прирядом, прирядом. Сегодня 5 ноября. Мы когда собирали вот барбарис, сейчас он уже морозом подбит, он еще вкуснее. Мы собирали неподбитый морозом. Но мы оставили много наверху. Правда много. Для чего? Ну в курсе, наверное. Для брундучков. Там мы сейчас посмотрели, у меня от крабов осталось панцирь. Я пытался его в дорожке вделать. Но вот они все растаскивают под зиму. Значит зима будет, наверное, не очень теплая, когда они начинают растаскивать. Но барбарис они нас почти весь собрали. Вот остался только вот... Короче, наверху весь собранный. Там много его было. Так что мы не жадные. Мы не лодари. Но здесь-то, конечно, у нас пара. А вот когда мороз и безветренная погода, естественно, загазовозность большая. Ты чувствовала сегодня газ? Наверное. Наверное или чувствовала? Всем здравствуйте. У нас сегодня, ну я думаю, уже последние дни морозов. Ну, как сказать. Вот сегодня, например, в 10 часов ночи минус 23. А вчера было минус 35, наверное. Ну, как-то потеплело все равно в квартирах. Можете себе представить. Потому что приходилось по квартире ходить в штанишках. А так можно было в шортиках ходить. Итак, 30 ноября в истории. Сегодня, кстати, Марокко, да, выиграла у Бельгии. И там, ну, сожгли, может, 50 самокатов. Ха-ха-ха. Ну, как бы... Я уже рассказывал, что Бельгии, по-моему, в 58-м году на выставке негритят садили в клетку, и их посетители кормили с рук. По-моему, конголесов из Конго. Ну, нас научили уважать все расы. Еще, когда нас в брежневские школы учили. Ну, якобы после скандала этим конголесам, которых выставляли в клетках, в зоопарках, и потом гражданство дали, и квартиры дали. Ну, пожинают плоды. Да, это у нас все Коста-Рика продолжается. Сегодня последний день Коста-Рики. Так что сегодня очень важное историческое событие. В 1700 году у Петра I состоялась битва при Нарве с армией Карла XII. И окончилась она страшным поражением русских войск. В качестве добычи шведы получили 20 тысяч мушкетов, по тем временам это космическая цифра, царскую казну в 32 тысячи рублей, а также 210 знамен. Шведы потеряли убитыми всего 677 человек, и около 1250 были ранены. А потери русской армии составили 7 тысяч человек убитыми, утонувшими и ранеными, включая дезертиров и погибших от голода и холода. И русская армия потерпела тяжелое поражение, было потеряно значительное количество артиллерии. В Европу русскую армию на несколько лет перестали вообще воспринимать как серьезную силу, а Карл XII получил славу великого полководца. С другой стороны, эта тактическая победа посеяла семя будущего поражения Швеции. Карл XII поверил, что разбил русских надолго и сильно недооценивал их вплоть до Полтавы. А Петр I, напротив, после поражения под Нарвой, осознал необходимость военных реформ и сделал упор на подготовку национальных командных кадров, потому что много командиров были пришлыми всякими, ну немцы, голландцы и так далее. Вам ничто не напоминает сегодняшнюю ситуацию? Все эти поражения? То есть в ходе войны всегда русские переобувались. И в Великую Отечественную войну, и в Первую Великую войну, и, пожалуйста, вам 1812 года, когда тоже вся Европа практически напала, я, конечно, против войны, но то, что Россию победить невозможно, это уже история доказала, я вообще не понимаю. Это, естественно, все делается богатые люди просто так, бюджеты пилят, наверное. Ну и о печальном. 13 ноября 2017 года умерла летчица Попович. Такой достаточно человек был, верил в летающие тарелки, я чтенько смотрел. И 30 ноября 2013 года умер Юрий Яковлев, ну, знаменитый эпполит. Такое впечатление, что они даже о днях договорились. Вчера Эльдар Рязанов, а сегодня Юрий Яковлев. Роктвен тоже в 1835 году. Его книгами я зачитывался «Приключения Тома Сойера» и фильмы с удовольствием смотрел Говорухина. Уинстон Черчилль родился в 1874 году. Ну, неплохой был тоже. Премьер-министр Великобритании. Вячеслав Невинный тоже. Буквально недавно я смотрел «Жольга Сергеевна». Там роль у него такая неплохая. Участник Великой Отечественной войны. Ну, такой веселый парень. В душе компании он играл. И Александр Лыков. Ну, про таких не могу не сказать. Потому что я когда, чтобы пустошиться от этих всех дурдомовских новостей, смотрю сейчас «Грант». Ну, я его не смотрел. Это из серии «Отель Леон». Такой ни о чемный фильм, но можно смотреть. Когда фоном он идет. Ну, и улицы разбитых фонарей же. Там у него вообще супер роль. В 1982 году выпущен самый продаваемый альбом Майкла Джексона «Триллер». И в 1993-м замечательный фильм «Список Шиндлер».